Здравствуйте, в эфире Азбука Спорта, с вами я Никита Суханов. Начнем с события недели. Кровавые бои без правил. Накануне в Улан-Удэ прошла Стальная Битва 2. Пять боев, главным из которых наш земляк Виктор Дулмаев бился с монголом Гонзориком Эрдынебатором. О том, как это было, далее. Первый бой вечера. Андрей Баранов против Эрдыни Михайлова. Этот бой хоть и шел по цифре 1 и вроде стоял как на разогреве, но скучно здесь точно не было. Полтора раунда, обоюдно острых атак и одно опрометчивое действие со стороны бойца в синих трусах и, как следствие, победа болевым приемом Эрдыни Михайлова. Следующие соперники на фоне первых бойцов смотрелись не так внушительно, однако страсти здесь кипели нешуточные. Весь бой по очкам выигрывал Пурбо Аюшеев, спортсмен из кяхты, и нашему земляку Александру Мергиневу приходилось догонять. Однако в середине третьего раунда случился первый этим вечером нокаут, и выглядело это максимально эффектно. Удар коленом в лоб и досрочная победа бойца из Улан-Удэ. Я на самом деле обои узнал за три дня. Я заменил человека, который травмировался. Я вообще не должен был здесь драться. Третий бой стал неким мостиком перед двумя главными боями. Против Виктора Кашманова бился монгол Уртнасан Дамдин Ракча. Заграничный спортсмен был настойчивее и выиграл этот поединок единогласным решением судей. И настало время Эрдема Жигжитова, чемпиона Сибирского федерального округа по самбо. Ему противостоял Максим Гладких из Перми. Они уже встречались на другом турнире, и тогда победа по решению судей осталась за бурятским бойцом. С первых секунд публика гнала нашего земляка вперед. И это были самые упорные три раунда этого вечера. Соперники друг друга, как обычно говорят в таких ситуациях, стоили. А победу опять отдали Эрдему на радость многочисленным зрителям. Главный бой вечера. Гонзорик Эрдене Батор из Монголии против нашего Виктора Долмаева. Это было мощно, это было зрелищно и, к сожалению, быстро. В одной из атак монгольский спортсмен нанес нашему бойцу удар в грудную клетку, после которого бой пришлось остановить. Ну, в какой-то момент что-то как-то неправильно потянул, и, ну, ребро, сломанное ребро в итоге. Еще на адреналине пока секунд 30 еще двигался, бился, а потом почувствовал, что дышать уже не могу. И, ну, пришлось остановить бой. Бой есть бой. В первом раунде было видно, что они бьются на равных, но, как вы видите, Виктору, ну, монгольскому спортсмену, можно сказать, повезло чуть больше. Нам опять нужен реванш. Во второй раз проходит стальная битва, и во второй раз в главном бою встречаются соперники из Бурятии и из Монголии. И, не знаю, волей случая, волей судьбы, или почему получается именно так, но опять у нас на нашей земле победил монгол. На этом стальная битва 2 закончилась, и, конечно, все разочарованы, что в главном бою наш боец проиграл. Однако зрителям очень понравилась вся атмосфера, и организаторы уже пообещали, что точно будет стальная битва 3, а значит движение ММА живо и будет продолжать жить. Никита Суханов, Баир Козлов, телекомпания АТВ. Волевые победы наших земляков. Сегодня прошло чествование новоиспеченных чемпионов России по боксу, а также призеров первенства мира по вольной борьбе среди ветеранов. Торжество, однако, не обошлось без неприятных особенностей. Подробности далее. Обратите внимание на количество людей, которые пришли на это событие. Обычно здесь более камерная обстановка, только спортсмены и пресса, но не сегодня. Внимание к боксу в нашей республике самое пристальное. Тем более, что с прошедшего чемпионата страны Бурятия вернулась с двумя золотыми медалями. Их обладателями стали Георгий Кушаташвили и Тамир Голанов. Еще один наш боксер Батор Сагалуев завоевал серебро. Оно буквально с позолотой. Батор, скажите, каково было в финале против местного, против Якута Василия Егорова? Что чувствовали? Как сложился финал? Ну, как финал, как у него дома проводился вот этот чемпионат России. Ну, я думаю, я выиграл. Ну, там, в третьем ланде там нокдауна не было, конечно. Я вот сам, ну, как, ну, поскользнулся, упал. За это мне нокдаун посчитали. Такого не было. Вот тот самый момент, о котором говорит Батор. Спортсмен признался, что, безусловно, расстроен исходом поединка. А сегодня главным разочарованием стало неожиданное решение главного тренера сборной Доржо Ширгакшанова. Судя по всему, это была его последняя пресс-конференция в этом статусе. Я хочу попросить Вячеслава Анатольевича освободить меня от этой должности. Есть система, всегда ротация существовала. Существует здесь. Есть молодые, хорошие тренера, которые не один десяток лет со мной проработали. Есть ребята, которые могут дальше продолжить этот путь. И вот такое у меня обращение. Когда страсти подутихли, начали поздравлять призеров чемпионата мира по борьбе среди ветеранов. Здесь у нас серебро Матвея Илюханова и бронза Бояра Ачирова. Однако, несмотря на столь, казалось бы, высокие места, больше говорили о проблемах. Мы и врачи, и менеджеры, и сами ищем борцовские залы, и сами все оплачиваем, сами со свой счет. Сборная, федерация вольной борьбы. Большое спасибо, что нам выделили форму. Вот видите, белая форма мы были. У нас сзади Бурятия вот написано. Россию никто не знал, но зато Бурятия и парни из Байкала, все знали, весь мир знал борцовских, кто боролся. А с призерами юношеских олимпийских игр встретился глава Бурятии. Напомню, по итогам соревнований в Аргентине Яна Йенина и Анастасия Деревягина завоевали серебряные медали, а Виктория Харитонова остановилась в шаге от педестала. Алексей Цыденов отметил, что гордится спортсменками и вручил призерам на 2 миллиона рублей сертификат на покупку жилья. С одной стороны, понимаю, что это те же самые соревнования, те же самые соперники, просто масштаб немного больше. И вот это вот ощущение того, что это все-таки олимпиада, не давало нормально настроиться на старт и как бы быть более спокойной. Мы уже не первый раз встречаемся с главой. Вот. И как-то уже, скажем так, сконнектились. Вот. Тем более, очень приятный человек. На этом череда праздников у девушек заканчивается. Уже совсем скоро у них новый функциональный сбор и подготовка к будущим стартам. И сегодня у нас в студии Виктория Харитонова, участница юношеских олимпийских игр в дисциплине «Стрельба из лука». Виктория, добрый день. Здравствуйте. Поскажи, пожалуйста, вот спустя время все-таки как расцениваешь свой результат? Как положительный или отрицательный? Ну, сначала было, наверное, грустно, а сейчас более весело. Со всеми своими родными уже встретилась, со всеми друзьями и как-то маленько развеялась от этой обстановки, которая была. Тренер что говорит? Он рад за тебя или все-таки вы нацеливались на медали и что-то не получилось? Ну, она сказала, ты молодец, но жалко, что не получилось воплотить, сделать то, что могли. Ну, будем работать дальше. Так и расскажи вообще, вот по ходу соревнований, вот уже сейчас проанализировала, что не получилось? Я не знаю, может быть это, может и слишком переволновалась, или же слишком медаль захотела, или чересчур уверенная была, не знаю. Но все же я слышал от твоей коллеги по сборной Бурятии Анастасии Деревягиной, что условия там были, мягко говоря, не очень классные. Расскажи. Ну, жили мы все в Олимпийской деревне. У нас комнаты были маленькие, жили там, ну вот у нас были двухъярусные кровати, мы там жили в четвером, совсем маленькая комнатка. Со мной жили велоспорт, у них там велики в комнате, в общем, места очень мало. Как общага такая? Да. До поля добирались полтора часа. Пешком? Нет, автобусы. Там были автобусы, и потом, ну, кормили в столовой, были огромные очереди, вставать нам приходилось вообще, там, иногда даже в 5.30, в 6. Зарядку не каждый раз удавалось сделать, потому что мы не успевали высыпаться, восстанавливаться, ну, в общем, был плотный, тяжелый график. То есть, может быть, это специально так делали для приезжих спортсменов, чтобы как бы сбивать, может быть, настрой? Да, я думаю, нет, они, наверное, наоборот, старались максимально сделать комфортными условиями, но... У них не получилось. Наверное. Так, а об самой атмосфере? Ты почувствовала, что это Олимпиада, что это так круто, что за вами все следят? Да, потому что открытие было, ну, все, шикарным, просто мне очень понравилось. Так, и видно все-таки, что тебе так немного грустно. Расскажи сейчас, что у тебя, у тебя, получается, неделя отдыха, да, как я понял, и снова в бой? Да, скоро сборы с 1-го числа, будем дальше тренироваться, работать. С 1-го ноября? Угу. Куда едете? В Турцию. Ну, хороший у вас рабочий график. Да. Ну, я не думала, что я туда поеду, но все-таки, оказывается, поеду. Так, ты едешь уже как в составе, получается, сборной России, да? Да, у нас там сборная России будет. Угу. Так, и вообще сейчас к чему готовишься? Какой у тебя сейчас старт прямо в голове? Ам, так, в конце января в городе Орел, Подмосковье, будут соревнования, будут международные турниры, там чемпионат России, кубок России, ну, и перед в России несколько соревнований подряд. И хочу выступить на этих стартах тоже хорошо. А ты там уже выступала на чемпионате России? Да, были соревнования. И результаты? Ну, результаты были. Как раз вся моя спортивная, наверное, карьера такая, высокий старт у меня был там, наверное, все началось. То есть, когда я выиграла первенство России в семнадцатом году и поехала во Францию, и там заняла третье место на Кубке Европы. И как бы уже были, да, там соревнования. То есть, это такие особенные для тебя соревнования? Да. Запоминающиеся. Еще вот немного вернемся к награждению. То, что вас чествовал глава Бурятии. Ты там очень волновалась. Скажи, из-за чего? То, что это глава? Или почему? Наверное, то, что я не смогла показать такой высокий результат, как наши девочки. Тоже хотелось бы быть повыше. И свой вид спорта тоже показать, что стрельба из лука тоже может так хорошо выступать на таких соревнованиях. Ну, тебя же, мне кажется, справедливо сказали, что это только начало. Что тебе семнадцать лет. Что у тебя все еще впереди. Если ты уже сейчас добиваешься таких результатов, главное просто не сбавлять. Ну, да. Я и не собираюсь выступать. На одной олимпиаде не получилось. На следующей поеду. Как вообще удается совмещать спортивную жизнь и личную? Личную, мне кажется, я чуть-чуть упускаю. Ну, просто... Ну, у нас как бы в сборной тоже там много друзей и всего. Ну, сейчас я с одногруппниками так, начинаю общаться с одноклассниками. Тоже не совсем так тесно общаемся, потому что я все время в разъездах. Ну... Ты еще и учишься, да, как получается? Да. А где учишься? Я поступила в БГУ, первый курс спортфака. Не волнуешься, там тебе сессию-то поставят? Буду стараться, закрывай все. Ты же в Турцию летаешь. Потом приеду. И сейчас можно по интернету все отправлять, по почте. То есть скачиваешь, да, и потом отправляешь сразу. Ладно, спасибо огромное. Желаем тебе успехов в Турции, на сборе, без травм. И будем болеть за тебя в январе, да, получается? Да, в конце января. Да, все, в конце января. Спасибо огромное за беседу. В Улан-Удэ прошла первая в Бурятии ночь перформанса. Ученики одной из танцевальных школ провели концерт в форме иммерсивного шоу. Шоу, в котором зритель полностью погружен в искусственно созданные условия. Тема дебютного перформанса «Танец под стихи». Как это было? Далее без комментариев. Как это, танцевать под стихи? Это сложнее, чем под музыку, под песню? С одной стороны, легче, так как есть слова. А слова можно показать. Но, с другой стороны, это очень сложно подстроиться под ритм стихотворения. И впролет не брошусь, и не выпью яда, И курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, Не властно лезвие ни одного ножа. Танцевали ученики моей школы танцев. Вот, люди, танцоры, творческие, таланты, Крутые ребята, открытые ребята, классные. Здесь легче раскрыть душу, когда ты танцуешь под стихи. И все зрители, они были в такой атмосфере, Это была не сцена, это не театр, А, скорее всего, как творческий вечер, Как квартирник, может быть, в Питере. И мы перенеслись в какое-то другое место, наверное, Из нашего города на эти 40 минут. Второе место по волейболу накануне Завоевали представители общества «Динамо» На всероссийских соревнованиях. На прошлой неделе в Белгороде кипели нешуточные страсти, Ведь за звания самых ловких и точных Сражались сотрудники правоохранительных органов Всех регионов страны. В полуфинале встретиться с командой Камчатского края, Где одержали волевую победу, Проигрывая со счетом 13-10. Третью партию нам удалось обыграть команду Как динамовцев из Камчатки 15-13, И тем самым мы вышли в финал. Однако в финале удача была на стороне Команды из Калуги, Которые стали чемпионами второй год подряд. У бурятской команды серебро. Всего в соревнованиях приняло участие 130 участников из 14 регионов страны. Это были все новости, Которые я и мои коллеги подготовили для вас. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok